МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый республиканский законопроект о проведении массовых мероприятий требует серьезной доработки. По крайней мере, теперь есть хоть место, ну, где-то было вообще прям вот так, от сиденья к сиденью. В Карелию пришли более комфортные ласточки. Цена на билеты выросла почти вдвое. Я хочу спросить у него, кем он хотел стать, будучи школьником или студентом. Занятия в межфакультетской группе университета будут вести руководители министерств, ведомств, директора предприятий и депутаты. Первый урок провел глава республики. В Карелию пришли более комфортные ласточки. Вагоны нового поезда стали просторнее и удобнее, но цены на билеты выросли почти вдвое. Билет в первый класс обойдется в 1300 рублей, во второй – 850. Первая ласточка повышенной комфортности отправилась в путь накануне вечером. Чем же она отличается от прежней, выясняла наша съемочная группа. Та ласточка, которая у нас с вами курсировала до прошлой недели, включительно, это была ласточка, полностью состоящая из вагонов третьего класса. То есть мы стали целью третьего класса. В этой ласточке, соответственно, один вагон первого класса, четыре вагона второго класса. В каждом вагоне установлены кулеры, багажные полки и крепления для лыж. Туалетов стало в два раза больше. Теперь на состав из пяти вагонов их четыре. Увеличилось расстояние между креслами, появились столики. В вагонах однозначно стало свободнее, но значительно уменьшилось количество посадочных мест. В прошлой ласточке их было 405, в новой всего 330. Зато теперь кресло можно откинуть и подремать. Ласточки повышенной комфортности нашим пассажирам обещали уже давно. Нам удалось сделать невозможное. Действительно, из девяти поездов мы получили сюда практически половину. Мы претендовали многие регионы Российской Федерации, но Карелию любят везде. Не только мы, а любят и в Москве. Поэтому мы получили этот шикарный подарок. К дорогому подарку пассажиры сначала хотят присмотреться. Не, ну новый-то удачно. Молодцы. По крайней мере, теперь есть хоть место, ноги, а то было вообще прямо так вот сиденье к сиденье. Ну, пока еще не знаем, что сейчас посмотрим, как обслуживали, как что будет. Ну, я еще не успела понять, наверное, комфортно. Но меня и та ласточка устраивала. Я еду всего полтора часа до станции «Сверь». Меня она устраивала, прежде всего, по цене. Сегодня заплатила 371 рубль с копейками. Для пенсионеров разница, вы понимаете, да? Билет до Петербурга второго класса стоит 851 рубль. Для сравнения, поездка в плацкартном вагоне обычного скорого поезда обходится на 10 рублей дешевле. Но все же недостатков пассажиров в «Ласточке» нет. Экипаж придумал для поезда свой бренд. У аэрофлота есть карамель взлетный. Чем же хуже наша «Ласточка»? Провожали новый поезд в первый рейс с музыкой. Время в пути осталось прежнее – 4 часа 55 минут. Теоретически его можно сократить. Поезд способен разгоняться до 160 км в час, а значит, проходить путь до Санкт-Петербурга примерно за 3,5 часа. Но для этого нужно капитально переделывать всю транспортную инфраструктуру. Как говорят железнодорожники, чем быстрее идет поезд, тем больше товарников он тормозит. Сегодня Карельская прокуратура представила свой законопроект о массовых мероприятиях на коордиционном совещании по обеспечению правопорядка. Депутаты Республиканского ЗАГС Собрания на последнем заседании 16 октября отказались принимать поправки к закону, полагая, что они ограничат права граждан. Подробнее в нашем сюжете. Как отметила старший помощник прокурора Республики Алла Суханова, законопроект призван обеспечить и право проведения массовых мероприятий, и безопасность как участников, так и других граждан. Если митинг или пикет будет проходить в городах Карелии, его организаторы должны согласовать проведение акций с правительством Республики, а не с органами местного самоуправления, как это происходит сейчас. Кроме того, нельзя будет проводить массовые акции вблизи тротуаров, дорог и остановочных пунктов. Речь идет о предложениях установить место запрета, но ни в коем случае не ввести ограничения на проведение публичных мероприятий. Однако депутаты за такой законопроект голосовать отказались. Вопросы у законотворцев вызвал порядок уведомлений, особенно в городах Карелии. И запрет митинговать и пикетировать на тротуарах. Понятие тротуара, то есть движение пешеходов, оно довольно сложно. Поэтому давайте подумаем. У меня есть как предложение, может быть, просто определить в городе Петрозаводске, не знаю, 5, 8, 10 площадок, которые будут отведены с учетом отведения зоны, где можно проводить митинги. Так или иначе, подчеркнул Владимир Семенов, закон в соответствии с федеральным законом о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях приводить надо. Внимательно еще раз рассмотреть законопроект предложил и министр внутренних дел республики Василий Кукушкин. Мы должны обеспечить безопасность как одних, так и вторых. Одно дело, когда митингуют там 100, 200, 300, я не знаю сколько, там 500, а другое дело, они сегодня наносят, ограничивают свободу перемещения автомобилей других граждан. Поэтому это тоже нужно все учесть. Если этого в законе не будет прописано, депутаты что, проголосовали и забыли отвечать нам с вами в случае что? И с вас погоны снимут, и с меня голову снимут. Александр Худеланин предложил создать рабочую группу, рассмотреть опыт соседних регионов, которые такой закон уже приняли, и проработать законопроект, обеспечив в нем и свободу одних граждан на волеизъявление, и соблюдение прав и безопасности окружающих. Сегодня в строящийся микрорайон Древлянка-9 пришел газ. Это значимое событие в первую очередь для будущих жителей многоквартирных домов. В скором времени здания будут введены в эксплуатацию, и новоселы почти 400 квартир оценят преимущество надежного и дешевого топлива. Газификация нового микрорайона стала возможна благодаря сотрудничеству компании «Газпром» с Республикой Карелия. Добудет газ. Сегодня он пущен в межпоселковый газопровод от газораспределительной станции «Северная» к жилому комплексу «Древлянка-9». Для будущих жильцов двух многоквартирных домов пуск газа – это тепло и горячая вода. Автономные газовые котельные на крыше зданий позволят не отключать горячую воду и экономить на коммунальных платежах. Газификация «Древлянки» финансировалась за счет инвестиций «Газпрома» на сумму почти 250 миллионов рублей. Александр Худиланин отметил, что сотрудничество правительства Карелии и «Газпрома» за последние два года вышло на качественно новый уровень. Сегодня мы очень благодарны «Газпрому» за то, что в последние несколько лет эта позиция по отношению к Карелии изменилась. Сегодня в соответствии с этим соглашением, достигнутым между «Газпромом» и «Республикой Карелия», мы действительно надеемся на улучшение ситуации с газификацией «Республики». И к тем 24 предприятиям, которые сегодня имеют дешевое экологически чистое топливо, добавятся еще десятки и сотни предприятий. Те планы, которые намечены на ближайшие 5-10 лет, они действительно позволят изменить состояние газификации «Республики» как следствие развития экономики, более пригодные и более комфортные условия для проживания «Республики». Газификация «Республики» охватывает на первом этапе южной и западной области Карелии, на втором – ее северные территории и одновременно двигается в нескольких направлениях. Общий объем поступления от «Газпрома» в «Республику» до 2015 года составит около 9 миллиардов рублей. А сейчас коротко о других событиях в республике. Еврокомиссия подтвердила финансирование проектов, которые предполагается реализовать на территории Карелии в рамках Еврорегиона Карелия. В бюджете Евросоюза до 2020 года на эти цели предусмотрено более 23 миллионов евро. Об этом заявил 21 октября на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата Карелии глава республики Александр Худилайнин. Финляндское правительство, по его словам, выразило готовность выделить еще 11,5 миллионов евро. Украинские граждане, проживающие в Карелии, смогут принять участие в досрочных парламентских выборах, назначенных на 26 октября. Для них организован избирательный участок, который по решению Центра избиркома Украины будет действовать в здании Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге. Участок будет работать с 8 до 20 часов. Результаты волеизъявления украинских граждан будут переданы в Киев сразу по завершении подсчета голосов. В Петрозаводском городском суде судили троих студентов Лисоинженерного факультета ПетрГУ, которые помогли своему товарищу приобрести крупную партию гашиша. Каким образом молодые люди это устроили, не разглашается. Теперь им придется заплатить крупные штрафы. Двое осуждены к штрафу в размере 24 тысяч рублей, а третий заплатит за дружеское участие в приобретении зелья 20 тысяч. С 30 октября по 1 ноября в Петрозаводске впервые пройдет региональный этап 6-го Всероссийского фестиваля конкурса духовых оркестров, посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Соберутся лучшие духовые оркестры Карелии, Ленинградской и Мурманской областей. На открытии конкурса выступит старейший духовой военно-морской оркестр России, Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы. В честь республики будут отстаивать духовые оркестры Дворца творчества детей и юношества Петрозаводска, Детской школы искусств имени Балакирева, Петрозаводского музыкального колледжа и Петрозаводской государственной консерватории. Около сотни активных студентов Петрозаводского университета, представителей разных факультетов и курсов, начали вчера двухгодичное обучение в межфакультетской группе. Изучать будут экономические и юридические дисциплины, менеджмент, маркетинг и систему органов государственной власти. Вместе с преподавателями вуза занятия будут проводить руководители министерств, директора крупных предприятий и депутаты. При выборе лектора учитываются пожелания и самих студентов. Первая встреча с главой республики. На ней побывала и наш корреспондент Алена Сянти. Занятия для активистов в университете проводятся во внеурочное время. Но, несмотря на поздний час, на первую лекцию межфакультетская группа пришла в полном составе. Так велико было желание пообщаться с главой Карелии. Какой вопрос вы хотели бы задать ему сегодня? Я хочу спросить у него, кем он хотел стать, будучи школьником или студентом. Когда Александру Худеланину было пять лет, Юрий Гагарин полетел в космос. Туда же нацеливался и будущий глава Карелии. Все мальчишки хотели стать космонавтами. Тогда бредили все космосом, авиацией. Став немножко взрослее. Когда у меня были достаточно хорошие успехи в спорте, я чуть не пошел по этой стезе. Но умная мама за один вечер меня смогла переубедить. Говоря о том, что у меня хорошая голова, хорошие базовые знания. Александр Худеланин особо подчеркнул, что большим начальником стал не сразу. Молодым посоветовал ориентироваться не на высокие должности, а на знания и постоянное саморазвитие. А в случае неудачи не опускать руки. Общение с главой республики продолжалось полтора часа. Студентов интересовало буквально все. Судьба надвоицкого завода и санкции Евросоюза. Перспективы развития молочного животноводства в Карелии. Экологические проблемы. Строительство спортивных объектов. Не обошла молодежи вниманием и умение главы региона говорить по-фински. Кто стал инициатором того, что вы начали изучать финский язык? И помогает ли это вам в работе на самом деле? Или только часть имиджа? Я стопроцентный финн. Дома говорили на финском языке. Это мой родной язык. Это неблагоприобретенный. Это врожденный язык. Это, как в финляндии говорят, шевный айтинг ели. Это материнский язык. Это не имидж. Это нормальное мое состояние. И то, что я знаю финский язык, конечно, во многом помогает в взаимоотношениях с той же Финляндией. Глава рассказал, что во время недавней поездки в Оулу республика получила подтверждение о финансировании программы «Еврорегион Карелия». В ее рамках до 2020 года Карелия получит более 23 миллионов евро на реализацию 22 социальных программ. Всего студенты успели задать Александру Худеланину почти два десятка вопросов. Такие встречи, чем они полезны? Они могут принести какую-то реальную пользу, например, для молодежи? Естественно, это же общение с главой. Это, так скажем, налаживает контакт между жителями, непосредственно самими жителями и управляющими людьми. А завершилась встреча вручением стипендий Республики Карелия аспирантам и лучшим студентам вуза. На этом наш выпуск завершен. Далее следует коммерческая информация. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Школа современных знаний на Древлянке снова набирает учеников. Проект «Стилинка» работает уже год. За это время здесь отучились более 300 человек. Нацелен он в первую очередь на пенсионеров, но записаться на курсы может любой желающий. Это курсы именно для начинающих. Это занятия, которые помогают человеку освоиться. Именно в том плане, чтобы пользоваться интернетом для своего удовольствия. Курсы длятся три дня. За это время пенсионеров учат пользоваться скайпом и социальными сетями, работать с файлами и искать нужную информацию в интернете. Журналы были раньше. Теперь ведь этого мало. Если даже что и есть, то это очень дорого, а в интернете это достаточно. Задача этого проекта – сделать современные возможности доступными для всех. Пожилые люди часто не успевают за развитием технологий. Проект гуманитарный. Абсолютно направлен на то, чтобы услуги, которые мы производим, они были востребованы. Потому что обидно, если мы что-то делаем, и это не пользуется спросом. Записаться на занятия можно по телефону 555-777. Курсы совершенно бесплатные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова